Новость о том, что Иван Калашников не прошел первый этап голосования, уже облетела все интернет-источники. Причем исполняющий обязанности ректора Богосыха набрал меньше всех голосов. 12 за и 28 против. Прошедшие выборы я, конечно, был в шоке. Конечно, нас не радовало результаты голосования. Поэтому я действительно не ожидал такого результата голосования наших ученых, членов ученого совета нашей академии. По словам Ренчина Цедыбова, в прошлом году Богосыха из 54 агровузов России заняла 22 место по итогам мониторинга эффективности работы. Буквально за год сельхозакадемия поднялась с 31 места. Однако иного мнения по поводу выборов экс-кандидат на должность ректора Лупсан Пудажапов. Проработав 20 лет в стенах Богосыха, он подал свою кандидатуру на высокий пост. Но по результатам тайного голосования ему не хватило буквально одного голоса, чтобы пройти во второй этап. Почему так сложилось, я только от своей точки зрения выскажу. Конечно, те все действия, которые были сделаны, исполняющие обязанности, они немножко противоречат саму духу академии, как мне кажется. Немножко, вы знаете, можно все подчинить ради работы, ради достижения результата. Ну и некоторые частные позиции, насколько я знаю, люди очень сдержанно относятся, в открытую не могли тогда ему сказать. Когда появилась эта возможность, люди это путем тайного голосования реализовали. Отмечу, что во второй этап прошли три кандидата. Все они являются деканами разных факультетов сельхозакадемии. Это Беликто Цибиков, Константин Лузбаев и Дамдин Лабаров. Уже во второй половине октября они поедут в Москву на собеседование в Минсельхоз России. Окончательный вердикт, кто же станет ректором агровоза Бурятии, мы узнаем по возвращению деканов из столицы и по итогам конференции ученого совета. Дарья Белоусова, Андрей Дармаев, Виктор Горновской. Новости дня.